Вместе со спортсменами контрольные пункты искала Мария Коробова. Что такое мороз, ориентировщики знают намного лучше других представителей зимних видов спорта. В любую погоду перед стартом разминочные куртки они не застегивают, столики мешают. Зато номера у спортсменов специальные, с дырками. Но номера эти нужны только зрителям. Судьи в ориентировании давно заменила техника. Правильность прохождения спортсменами дистанции определяется при помощи вот такого электронного чипа. На каждом контрольном пункте станции для отметки 2, спортсменов же более полусотни. Поэтому каждый раз, подъезжая к пункту, лидерам приходится ускоряться, чтобы потом не стоять в очереди. Татьяне Власовой на последних километрах не мешал уже никто. Перед заключительным коротким кругом она выигрывала у преследователя 56 секунд. Но финишировала только второй, вслед за Лизой Антила из Финляндии. Как оказалось, расстраивалась Татьяна зря. Ее соперницу сняли за неправильное прохождение дистанции. А вот для Татьяны Козловой последняя петля все же оказалась роковой. Очень сложная конфигурация дистанции. Мелкая сетка, поэтому читать карту было очень тяжело. И я когда ехала на 70-й КП после смотрового, мне казалось 100% что это мой. То есть я даже не сомневалась, что еду правильно. И потом, когда я уже пошла на следующий, я поняла, что я дистанцию в обратную сторону. Финиш с российским флагом болельщики увидели. В исполнении теперь уже 11-кратного чемпиона мира Эдуарда Хренникова. Просили сделать и красивый прыжок на финишной линии, но тщетно. Не слышал, но я бы, наверное, не прыгнул. Очень тяжело уже. Ноги совсем устали. Руки, ноги. Очень тяжело было. Длинная дистанция. Успел полидировать в этой гонке и Кирилл Веселов. Он не ошибался, бежал быстро, но финишировал только вторым. У нас рассевка небольшая, так что первые два круга у меня были чуть покороче, а третий подлиннее. Я когда уходил на третий, понял, что у меня чуть-чуть подлиннее эта петля. И я старался предельно повысить свою скорость, чтобы прийти так же, как и уходил. Но за счет того длины круга, скорее всего, они меня объехали. Такое вот оно загадочное, это спортивное ориентирование. Мария Корбова, Дмитрий Болотников, Вести Спорт.